Это Citroёn CX-25 1986 года, и он, ну, странный. Само собой, это из-за дизайна, потому что французские машины той эпохи были очень странными. Я получал сотни просьб в течение нескольких лет показать на моем канале французскую машину, но и сегодня именно это я и сделаю. Прежде чем я начну, важные новости. Этот CX прямо сейчас выставлен на аукционе на Cassenbeats. Это мой сайт с автоаукционами для автолюбителей. Если вам нравятся странные машины или французские машины, или вы просто хотите попробовать что-то новое, вам повезло, потому что этот CX находится здесь, в Мэриленде, совершенно легально импортированный из США, у него местные номера, и теперь вы можете его купить на Cassenbeats. Поэтому, как только закончите просмотр этого видео, кликните по ссылке в описании, чтобы перейти на аукцион с этим Citroёном, поставить на него и купить только на Cassenbeats. Итак, давайте поговорим про Citroёn CX. Это была флагманская люксовая машина Citroёn с середины 80-х вплоть до 90-х. По факту ее продавали до 1991-го. Многие считают его последней настоящей моделью Citroёn, прежде чем марку приобрели Pujo, потому что это последняя, характерно, странная модель Citroёn, во многих смыслах, что я вам и покажу. Эти машины продавались во многих странах по всему миру, однако лишь небольшая часть из них попала в США, будучи новыми. Но поскольку теперь это 25-летняя машина, ее можно импортировать совершенно легально. Под капотом двух с половиной литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель, выдающий около 170 лошадиных сил, что, честно говоря, было довольно большой цифрой для европейской машины из той эпохи. И, само собой, здесь есть много чего еще, и сегодня я все это вам покажу. Сначала я проведу для вас обзор CX, и покажу вам все его интересные фишки и особенности. Необычные фишки безумной французской машины, которой больше 30 лет. Потом я выкачу его на дорогу и буду водить, жду этого не дождусь, а затем я оценю его по шкале Дага. И если ты присматриваешь себе Citroёn, новый или с пробегом, на Автору есть из чего повыбирать. Кликай по ссылке из описания и посмотри сам. Ладно, я начну фишки и особенности CX с посадки внутрь. Вот дверная ручка. Чтобы открыть дверь, нажимайте на эту кнопку с краю дверной ручки, и тогда дверь откроется. Не обязательно странно или необычно, хотя её размещение не подходит для правшей, то есть для большинства людей. Так что её будет легче открыть, если вы левша, но это, пожалуй, наименее фишечная вещь во всей этой машине. И в самом деле, как только вы заберётесь внутрь, фишки сразу бросаются в глаза. Сразу же начинаешь все их замечать. Пожалуй, наиболее очевидно странная вещь — рулевое колесо. Это односпицевый руль. На нём только одна спица, которая идёт из центра к его нижней части. Как видите, логотип Citroёn прямо в центре этой штуки. Очень, очень странный в сравнении с практически любым другим руль. Вот пара преимуществ односпицевого руля. Во-первых, великолепная видимость приборов. Так нет нужды смотреть как бы сквозь рулевое колесо, если там есть спицы, то сквозь них труднее разглядеть скорость, или скорость работы двигателя, или температуру, давление масла. Не суть. Всё намного проще с односпицевым колесом. Ещё его очень удобно крутить. Берётесь за эту спицу и крутите. Нет нужды разбираться с другими спицами. Но самая странная часть в рулевом колесе – это не одна спица, что звучит необычно. Но это не она. Странно то, как оно работает. Едете на этой машине, поворачиваете руль, и он спроектирован так, что выравнивается каждый раз, как только вы его отпускаете, что означает, неважно, как далеко вы его повернули, в ту же секунду, как вы отпустите руки, он вернётся обратно и выровняется. И это странно, потому что обычно вы просто как бы выбираете рулём направление, и затем он выравнивается натуральным образом из-за движения машины. Здесь всё иначе. В этой машине вам надо удерживать руками руль в том направлении, в каком вы едете, иначе он сразу же выравнивается. И это одна из самых необычных и безумных фишек. Если вы к такому не привыкли, думаю, со временем к этому привыкаешь, но если для вас это впервые, то это покажется очень странным. Он выравнивается буквально сразу же, как вы его отпускаете. Очень странно. Но в любом случае, ещё одна интересная фишка в этой области. Проблема такого дизайна с односпицевым рулём в том, что в центре здесь нет рулевой колонки, где можно было бы разместить ручки для поворотников, фар, дворников. Поэтому все эти вещи на торпедо, рядом с приборной панелью. Вот где находятся поворотники. На этом большом переключателе нажимаете слева, чтобы включить левый поворотник, а затем нажимаете справа, чтобы включить правый поворотник, и они не сбрасываются. Как в обычной машине, руль возвращается в центральное положение, щёлкает установленная на рулевой колонке ручка поворотников, поворотник выключается. В этой машине такого нет, поэтому не забывайте выключать поворотники каждый раз после их включения. Фары включаются также с этой панели слева от рулевого клеца. Этот переключатель снизу включает фары. Как видите, ноль или габариты, или фары. И если включить фары в заглушённой машине, то зазвучит безумный звоночек предупреждения. Послушайте. Далее. Допустим, нам надо кому-то помигать дальним светом. В обычной машине вы просто тянете за край ручки поворотников и мигаете дальним. Но в этой машине нет ручки поворотников, поэтому нажимаете эту маленькую кнопку с краю этой панели, слева от приборной панели, и мигает дальний свет. Либо же вы можете нажать на эту кнопку немного посильнее, и это включит постоянный дальний свет. И, само собой, чтобы выключить, нажимаете ещё раз. Итак, дальний свет работает иначе, чем у вас. То же самое, разумеется, с дворниками. С правой стороны области приборной панели вот эта небольшая деталь, с которой включаются дворники, или дворник в данном случае, потому что в этой машине есть только один. Как видите, там несколько разных позиций, и кнопка омывателя лобового стекла тоже там, она расположена сверху. Также в этой области дворников сигнал. На рулевом колесе его нет, он спроектирован иначе. Поэтому, чтобы посигналить, нажимаете на конец этой маленькой области дворника на эту кнопку, и зазвучит сигнал. И, само собой, сигнал в этой машине звучит уморительно. Вот, послушайте. Ах, что за сигнал. Ладно, здесь еще так много других фишек. И пока мы были сфокусированы только на этой области, далее я перейду к водительской дверной панели. Там есть несколько интересных органов управления. Электрорегулировка зеркал. Довольно обычные переключатели двигают тихо. Зеркала двигаются, как в большинстве машин. Кнопки стеклоподъемника. Тоже обычные, только вот здесь подозрительно не хватает задних. Вернемся к этому через несколько минут. А пока тут есть еще одна странная вещь на водительской дверной панели. Это ручка открытия двери. Это необычная дверная ручка, скорее она похожа на курок пистолета. Обхватываете рукоятку и затем открываете дверь при помощи указательного пальца нажатием на такую похожую на курок пистолета ручку. И вот как выбраться из этой машины. На каждой из четырех дверей есть такая спроектированная в виде курка ручка. Это очень необычно. Никогда такого не видел ни в одной другой машине. Определенно странно устроено. Также немного странный дверной замок. Вот он. Чтобы запереть или отпереть дверь, поворачиваете этот круг. Выглядит как регулятор скорости вентилятора или температуры. Но в этой машине этой штукой можно запереть дверь. И опять-таки, это есть на всех четырех дверях круглый поворачивающийся дверной замок. И далее к слову о дверях. Давайте вернемся к приборной панели. И как видите, слева небольшое изображение. Это как бы видно автомобиль сверху. По нему видно, открыта ли дверь. И какая именно дверь открыта. Приятная и удобная функция. Во многих машинах такой нет. Тем более, не было в 80-х. Но в этом есть. И это довольно полезно. Также посмотрите, какой они выбрали шрифт для приборов. Очень типичный для 70-х, 80-х шрифт. Еще прямо вот здесь, в центре тахометра, находится шкала буста турбины. Они тогда очень гордились тем, что он турбированный, и это было не так распространено. И в этой машине была турбина, и здесь ее сопровождает этот прибор. Далее перемещаемся на центральную контрольную панель, где есть такая небольшая дверца на этой центральной детали. Слева и справа от нее открытое пространство. Когда эта машина была новой, на самом деле здесь было три небольшие дверцы. Но, как правило, они ломались. Здесь сохранилась только центральная. Как видите, если на ее нажать, она откроется, являя довольно большой отсек для хранения монет. В Citroën CX можно хранить множество разных монет. Справа там небольшая контрольная панель, она похожа на телефонную клавиатуру, как будто бы это телефон. Но, если нажимать на эти кнопки, то на экранах прямо над ними выводится различная информация. К сожалению, эти экраны известны как слабое место этих старых CX, поэтому тут они не работают. Но можно посмотреть, что бы там могло быть. На одной кнопке написано километры, на другой литры, я так полагаю, там будет ваш расход, или сколько вы использовали топлива, или сколько осталось, такого рода вещи. Но, по сути, это как ранний компьютер поездки, ранняя мультимедийная система. И в ней использовали телефонные кнопки, потому что в то время людям они казались привычнее. Далее перемещаемся вниз от телефонных кнопок, и, как видите, здесь климат-контроль вместе с парочкой вентотверстий. Климат-контроль в этой машине устроен на самом деле довольно просто. Справа тут такое колесико, которым можно настраивать температуру, слева еще одно колесо, которым можно настраивать скорость вентилятора, и этим колесом в центре можно выбрать, откуда будет дуть воздух. На самом деле, все довольно просто. Еще здесь находится кнопка обогрева лобового стекла, все хорошо организовано, просто и находится в легком доступе. Разве что только обогрев заднего окна на потолке. По какой-то причине совершенно в другом месте, далеко от всего остального. Но вот где находится кнопка обогрева заднего окна. Ну, а в остальном климат-контроль очень простой. И особенно мне нравится управление кондиционером. Тут есть одна снежинка, если на нее нажать, он включится. Или если за окном особенно жаркий день, можно нажать на кнопку с двумя снежинками и получить еще больше кондиционирования. Больше снежинок, сильнее холод, больше кондиционирования. И в любом случае, возвращаемся на потолок в центре, рядом с погревателем заднего окна. Эта маленькая кнопка с лампочкой на ней включает светильник для чтения задних пассажиров. Он размещен здесь, в этой черной крышке, только вот он не работает. Подозреваю, что там перегорела лампочка, но так включается светильник для чтения в Citroën CX, если вам было любопытно. Далее, снова в центре возвращаемся к центральной консоли. Довольно интересная особенность. Радио. Оно размещено здесь, на центральной консоли, между сидений и направлено на водительское место. Что означает, что оно легко доступно и водителю, и пассажиру. Хотя, если пассажир будет что-то настраивать, то ему придется делать это вверх ногами, потому что радио направлено в сторону водителя. Выходит, что все регуляторы исполнены вверх ногами. Это довольно необычная фишка. Еще одна странная фишка на центральной консоли. Здесь ручка переключения передач. И, как видите, нигде на ней не напечатана раскладка, поэтому не ясно, где какая передача. Слева или справа находятся задние. Уверенности нет. Можно было разместить там схему, но они не стали. Также между сидениями, как видите, держатели стаканов, они нештатные. Это не родные держатели, но они спроектированы конкретно для этой машины. Если их вынуть, то, как видите, они вставляются в этот разъем на центральной консоли, у которого нет назначения. И также они скрывают четыре вот эти заглушки, у которых также нет никакого назначения. Почему Ситроен не установили там держатели стаканов завода, никто не знает. Ну а теперь здесь есть вот эти нештатные, вставляющиеся. Хотя они никак не мешаются, все равно там раньше ничего не было. Далее переходим к пассажирскому месту в CX. И несомненно, самая странная вещь здесь — это бардачок, который открывается как обычный бардачок. Но почему там только половина бардачка? Над бардачком расположена небольшая мягкая поверхность, на которую можно класть вещи. А под ней находится сам бардачок, и в результате он в два раза меньше, чем мог бы быть. Я думаю, что многие предпочли бы бардачок покрупнее, поскольку с этой поверхности все упадет, как только вы тронетесь с места. Но тут сделали вот такую поверхность — смиритесь. Другие интересные фишки с пассажирской стороны. Одна — это переключатель стеклоподъемника. Как видите, он прямо здесь, справа от него заглушка. Интересно, что, само собой, он управляет окном с правой стороны машины, но находится слева в этой области стеклоподъемника. Очевидно, что для праворульных машин будут использованы оба из этих переключателей для левого и правого окна. Но почему-то переключатель левого окна управляет правым. Как-то необычно. Также здесь, как я и сказал, есть дверная ручка-курок. Опять-таки, теперь с пассажирской стороны просовываете руку и нажимаете на курок, будто стреляете из пистолета, просто чтобы выйти наружу из своего Ситроена. Но среди интересных фишек этой машины, пожалуй, самой фишечной фишкой будет подвеска. В этой машине гидропневматическая подвеска, в которой есть некоторые преимущества и недостатки, смотря как посмотреть. Но вся фишка была в том, что она могла приподнять эту машину. Здесь есть такой маленький переключатель на центральной контрольной панели. И если подвинуть его влево, как видите, там такая как бы схема в виде лесенки. Если переместить его влево, то это поднимет машину. Если переместить его вправо, то машина занизится. И прямо сейчас я покажу вам, как машина переходит из самого низкого положения в самое высокое. Давайте посмотрим, как это работает. Как я упомянул, у подвески есть преимущества и недостатки. Главным преимуществом, пожалуй, была плавность хода. Я не буду вдаваться в подробности о том, как работает гидропневматическая подвеска, но она была спроектирована таким образом, чтобы сократить тряску при езде по кочкам. И как вы видели всего секунды ранее, ход подвески довольно большой. Поэтому от колес до кузова довольно большое расстояние, которое и делает езду значительно мягче. После Второй мировой войны известно, что во Франции были плохие дороги, поэтому Citroën решили начать разработку и совершенствование технологий подвески, чтобы сделать свои машины комфортнее и более подходящими для плохих дорог. Но есть и другие преимущества гидропневматической подвески. Одно из них – дорожный просвет. Как видите, машина может перейти из очень низкого положения, обеспечивающего удобную посадку и высадку, хорошую аэродинамику для большей скорости, в очень высокое, как вы видели ранее, что сделает его дорожный просвет таким же, как в кроссовере. Так что если вам надо поездить на нем в поле, то можете это сделать. В то время не так много машин это умели, однако теперь регулируемые подвески стали популярнее. Другое важное преимущество в подвеске – она самовыравнивающаяся, что означает, что если вы положите в машину что-то тяжелое, несколько людей, какие-то вещи сзади, машина будет оставаться совершенно ровной, не завалится назад или на бок. Не суть. Она всегда будет на одном уровне, благодаря гидропневматической подвеске. Но в ней были недостатки. Один из них в том, что с ней очень трудно работать. Если она сломается, ремонт будет дорогим, либо же будет трудно найти кого-то, кто за него вообще возьмется. Кроме того, из-за этой подвески машину запретили продавать в Соединенных Штатах. В то время регламенты требовали, чтобы бампер находился на конкретной высоте, а регулируемая подвеска означает, что при аварии высота бампера будет отличаться. И это считалось опасным. Позже это требование отменили, и Citroen получил возможность продавать свои машины в Соединенных Штатах, и в небольших количествах они это делали. Но изначально с этим были проблемы. Сейчас это кажется довольно смешным. В наши дни во многих машинах есть настраиваемая подвеска, а в 80-х, похоже, что она была лишь в одной. И далее переходим к заднему ряду CX, где есть еще несколько фишек и особенностей. Прежде чем сесть внутрь, я хочу рассказать про один интересный аспект в дизайне. Поскольку здесь нет задней колесной арки, и задние колеса расположены далеко сзади машины, задняя дверь не огибает колесную арку. Как следствие, она огромная и полноценная. Как видите, дверь не просто большая, по сути, она еще и плоская сзади, что делает посадку и высадку проще, поскольку там нет колесной арки, как, по сути, в любой другой машине. Интересный Ситроеновский фокус. Но в любом случае, далее мы перемещаемся на задний ряд CX, и сразу же замечаем остальные важные преимущества дизайна и установленных далеко позади колес. И я говорю о том, что сзади очень много места. Как я уже упомянул, в то время это была флагманская люксовая машина Ситроен, и во Франции его использовали в качестве президентской машины. Жак Ширак на такое ездил, будучи президентом. Другие страны тоже ее использовали для подобных целей. Здесь очень комфортно, очень просторная машина, есть смысл ее так использовать. На самом деле, так комфортно и просторно, что там даже есть подставки для ног в карманах позади передних сидений. Можно одну из них достать, разместить под своими ногами, чтобы положение ног отличалось от того, что было без этой подставки. Вот это люксовость. И здесь есть много других люксовых фишек на заднем сидении. Помимо этого, одна из них — это прикуриватель и пепельница на обеих задних дверях слева и справа, чтобы задние пассажиры не испытывали неудобств, пользуясь одним прикуривателем на двоих. Каждый может прикурить свою сигарету отдельно. В конце концов, это была Европа начала 80-х, и многие люди курили. Еще одна интересная фишка тут сзади — электростеклоподъемники. Я упомянул ранее, что вернусь к этим странным стеклоподъемникам. На дверной панели они не особо странные. Как видите, здесь есть специальный переключатель, который опускает окно, выглядит по-обычному. Но также переключатели стеклоподъемников есть и здесь, сзади, с краю центральной консоли. Нажимаете на них, и это также опускает задние окна. Эти переключатели расположены так для того, чтобы передние пассажиры тоже могли опустить задние окна. Но задние пассажиры тоже имеют к ним доступ, так что если вы задний пассажир, то можете выбирать, где и как будете опускать задние окна — переключателем на дверной панели или переключателем в центре. В самом деле, не следовало устанавливать эти переключатели так далеко назад, поскольку у задних пассажиров и так есть собственные переключатели. В любом случае, они так не сделали, потому что они странные и причудливые. Это подтверждает еще несколько других интересных фишек сзади. Для примера, солнцезащитный козырек откидывается с потолка над боковым окном, откидываете этот козырек, и он немного загородит вас от солнца. Очевидно, что в наши дни в люксовых машинах есть солнцезащитные шторки, которые выдвигаются автоматически, но это была как бы ранняя попытка солнцезащитной козырьки над окнами задних пассажиров. И говоря о солнцезащитных шторках, как насчет той, что с заседениями? Можете там вытянуть эту шторку, установить на место и прицепить к этой детали сверху заднего окна. Так что в этой машине есть задняя шторка, не такая хорошая, как автоматически в современных машинах, но хоть что-то. И эти шторки индивидуальные, что значит оба задних пассажира могли выбрать, хотят они поднять свою шторку или нет. Две отдельные шторки для двух задних сидений, очень интересная и люксовая фишка. И далее перемещаемся под капот, где у нас само собой двигатель. В этой машине был турбированный четырехцилиндровый, примерно со 170 лошадиными силами. Невысокий показатель, особенно для флагманского люксового седана, но тогда в 70-е и 80-е многие неспортивные машины в Европе были не особо мощными, и поэтому этого было вполне достаточно. Как видите, двигатель установлен довольно далеко спереди, что не очень хорошо, потому что весь его вес вынесен за передние колеса, но было важно разместить двигатель именно так, потому что им было нужно место для запаски. Фантастическое размещение запаски в одном отсеке с двигателем, с горячим двигателем, где можно легко ненароком обжечься, извлекая отсюда эту запаску. Мне никогда не нравилось такое размещение, но в CX было решено разместить ее именно там, так что в моторном отсеке находится двигатель и запаска. Одна вещь, которая мне здесь нравится, как видите, на двигателе там выштамповано слово «турбо». Они очень гордились тем фактом, что это была турбированная машина. Как я и сказал, многие машины из той эпохи не были турбированными, за исключением некоторых действительно заряженных, но эта тачка была, и надо было, чтобы вы об этом знали. Вообще, размещение шильдиков в этой машине само по себе довольно веселое. Также «турбо» написано на переднем крыле, чтобы пояснить за турбину. Но кроме того, это люксовая машина, и поэтому на одной из задних стоек прописью красиво написано «престиж». Так что «турбо», но еще и «престиж». Ну и сзади там просто написано все, и сразу там такой гигантский черный шильдик, сообщающий вам все, что надо знать об этой машине. И на еще одном черном шильдике указано, что это «Ситроен», и, наконец, на еще одном черном шильдике указано, что в нем есть «АБС». Они в самом деле пытались сделать так, чтобы вы знали все, что только возможно про эту машину, взглянув на задние шильдики. В общем, несколько довольно необычных решений с шильдиками, но вот что они сделали. Но, пожалуй, мой любимый пример брендирования находится на капоте. Тут такой бугор, как видите, и спереди прямо на нем буква «Ти», такая как бы стилизованная почти как «Ти» фордовского зандерберда. И она здесь также для того, чтобы напомнить вам о том, что это турбированный, а не просто обычный «Ситроен СИИХ», турбированный, 170-сильный, очень мощный. Далее, раз уж я снаружи «СИИХ», давайте поговорим про, пожалуй, его самую характерную особенность из всех. Наверное, только не считая его подвески, это будет его дизайн. У него очень характерный дизайн, и, вероятно, наиболее отличительные его элементы находятся сзади. Такая каплевидная форма, идущая до самого задка, и здесь нет задней колесной арки, она скрыта. Это придает машине очень специфический вид. Сразу ясно, на что вы смотрите, увидев такую каплевидную форму и скрытые задние арки, однозначно, это «Ситроен». На самом деле, они использовали такую философию в дизайне долгие годы во многих автомобилях. В то время каплевидная форма была полным безумием, хотя сейчас она довольно распространена среди электромобилей из-за коэффициента сопротивления и аэродинамических преимуществ. А вот скрытые арки так и не прижились, они тоже помогают с сопротивлением, аэродинамикой, но для большинства людей они выглядят странно, большинство автопроизводителей так не делают. Хотя у текущего поколения Хонда Клэрити такая же форма, как у этой машины. Каплевидные и скрытые задние колесные арки ради улучшения аэродинамики и увеличения дальности хода и эффективности. Так что, возможно, «Ситроен» немного опережали время своим дизайном, хотя, честно говоря, я никогда не находил его особо хорошо выглядящим. Некоторые люди находят их красивыми машинами с такой дизайнерской философией. Я нахожу их несколько необычными и очень характерными для того, что делает «Ситроен». И, наконец, перемещаемся к задку CX-25. Поговорим про то, что это хэтчбэк. Хотя эта машина настолько странная и причудливая, что к этому моменту вы должны были уже понять, что с ней никогда нельзя быть уверенным. И в самом деле это не хэтчбэк, это багажник. Даже хоть машина и в форме хэтчбэка, как видите, это довольно стандартно открывающийся багажник, не такой, как ожидаешь увидеть в машине такой формы. Это обыкновенный багажник. «Ситроен» странный с любой стороны, само собой это применимо и к самому багажнику. Он довольно стандартный, обычного размера, ничего особо странного, кроме того, что у него нет задней стенки. Ну или есть, но очень маленькая, что означает, что если вы ехали в холм и припарковались, у вас в багажнике были вещи, они все могут вывалиться. Такова была реальность, в которой вы должны были жить, и уберечься от этого можно было, не паркуя машину на крутых холмах с ценными вещами в багажнике. Еще одна странная вещь сзади, очень характерна для этой машины, заднее окно, которое, как видите, не плоское. С первого взгляда может показаться плоским, но на самом деле оно вогнуто, оно загибается внутрь с одной стороны и выгибается обратно с другой. Как видите, это очень странная деталь. Почему они решили так сделать? Я не знаю. Они не делали так с другими моделями, не считая более нового «Ситроена» С6. Такое не особо часто встречается, и, пожалуй, будет очень трудно заменить это стекло, если оно разобьется. Но определенно оно выглядит круто, если обратить внимание. Итак, это были фишки и особенности «Ситроен Си Икс 25». Теперь пришло время выкатить его на дорогу и выяснить, как он едет. Подыскиваешь себе «Ситроен»? Обязательно не забудь после просмотра кликнуть по ссылке из описания, чтобы перейти на автору. Ладно, веду Си Икс. Никогда не ездил на французской машине из этой эпохи. Понятия не имею, что от нее ожидать. Но поехали. Первое, что замечаешь, управляемость очень странная. В том смысле, что руль сразу же выравнивается в центр. Как только вы отпускаете руки, руль возвращается в центральное положение. Это странное дело. Определенно, машина не быстрая и даже не кажется такой. И она никогда не задумывалась быстрой. Конечно, не в этом ее суть. Но она приемлемо шустрая. Ну, то есть, набираете нормальную скорость и спокойно едете. На самом деле, ничего такого. В плане управляемости, знаете, это интересная штука. Ну, то есть, гидропневматическая подвеска славится плавностью хода и, должен сказать, едет она плавно. Переезжаю кочки, и они не особо чувствуются. Но касаемо возможностей в плане управляемости, ощущается довольно валкой. Есть немного крена, и, в общем, она не кажется чрезвычайно точной. И это в том числе и благодаря тому, как она рулится. Это не маневренная машина, и она не задумывалась как спорткар. Это была люксовая машина. И, в самом деле, едет она скорее по люксовому. И, честно говоря, это просто крутая машина. Самая настоящая. За рулем этой тачки не ожидает, что она будет особо захватывающей. Но она хорошая в том плане, что просто очевидно, что это одна из самых причудливых и необычных тачек. И все на нее пялится, потому что она так странно выглядит. Всем она кажется очень непривычной, и вообще необычно с такой столкнуться. Ну, то есть, определенно не ощущается быстрым. 170 лошадиных сил, честно говоря, звучит не так медленно. Хотя для машины такого размера, пожалуй, 170 это правильная цифра. По-моему, круто в этой машине то, что она просто интересная. Странная и причудливая, веселая и интересная. И, честно говоря, мне она нравится. Все в ней просто немного страннее и отличается от обычных машин. И это круто. Определенно тут не испытываешь особо веселых ощущений от вождения, ее не позакидывать в повороты. Но запарковавшись, каждый раз вы будете прогуливаться вокруг нее и думать о том, что это крутящая машина на парковке. Все будут про нее спрашивать очень отличающийся особенный автомобиль. Вообще, честно говоря, думаю, что на нем весело ездить. Определенно чудной опыт в плане управления. Самый выравнивающийся руль, комфортная подвеска, да и сам вид машины такой необычный. Если сидеть сзади, то там приятные люксовые сидения. Эта машина хорошо подходит для перевозки людей. И думаю, что все веселье заключается в том, что никто не знает, что это. Никто таких не видел, никто на таких не ездил. И здесь есть все эти странные особенности и штуки. Они такие необычные. Все это делает ощущения особо интересными и захватывающими. Я считаю его крутым, как человек, которому нравятся причудливые и странные машины. Думаю, что из этой получилась крутая причудливая и странная машина. Итак, это Citroën CX. Я... Эта машина странная, очень странная и чудная, необычная. Но для кого-то, кто любит странные машины, она странная настолько, насколько нужна. Я восхищен тем, что мне выпал шанс провести день с этой машиной и показать вам все ее странности, а также интересные фишки и особенности. И если вы тоже хотите все это испытать, то можете купить эту машину на Custon Beats. В любом случае, теперь пришло время оценить CX по шкале Дага. Начиная с выходных категорий и стайлинга. Некоторые люди находят эту машину великолепной. Честно говоря, я так никогда не думал. Я нахожу ее несколько отталкивающей. На самом деле, она получает 4 из 10. Ускорение не особо мощное и получает 1 из 10. Управляемость в порядке ничего особенного получает 3 из 10. А вот фактор веселья выше. Его на удивление весело водить, да и просто весело сидеть за рулем чего-то настоль странного, и он получает 4 из 10, а это много для машины такого типа. Фактор крутости еще выше. Все наглухо посворачивают головы на Carson Coffee, он получает 6 из 10, дворе выходную оценку до 18 из 50. Далее повседневные категории функции. Эта машина относительно хорошо оснащена, но по современным стандартам не особо, и получает 4 из 10. Комфорт отличный, он на удивление комфортный, благодаря отличной подвеске получает 7 из 10. Качество в порядке, материалы внутри довольно хорошие, но надежность остается под большим вопросом, особенно поиск запчастей в Северной Америке, и получает 6 из 10. Практически нормальная для такой машины заднее сидение, крупнее обычного, но довольно маленькое багажное пространство, и он получает 5 из 10. Наконец, стоимость и такие машины стоят приемлемо. 20-30 тысяч это не такие большие деньги, за весь восторг, который она вызовет на Carson Coffee. Проблемой будет только надежность, по крайней мере, по-моему. Будет страшно, как бы что ни сломалось, потому что с ремонтом будет нелегко, и он получает 6 из 10, что доводит итоговую повседневную оценку до 28 из 50. Складываемая оценка по шкале DAG 46 из 100, что размещает его здесь, рядом с относительно похожими машинами, и ни одна из них и близко его не побеждает. CX замечательный, странный, причудливый, крутой и особенный, и мне было очень весело его заценить. Сразу ясно, на что вы смотрите, если посмотреть на каплевидную форму и отсутствие задних харокшета. Ладно.